Ну что, уважаемые господа, как ваши дела? Что у нас сегодня? У нас сегодня вейпы, одноразки, жишки, ашки, дудки, дуделки, курилки и так далее. Что охота также вначале сказать? Что многие говорят, что вот это вот всё, это второе перерождение вейпов. Что хочу сказать я вам? А первое перерождение вейпов, когда они только появились, обосрались и до сих пор пытаются выживать. И когда появились все вот эти штучки, которые стали дико популярны, первоприходцы начали их присваивать к себе. Типа это наше второе перерождение и мы будем ебашить. Нихуя, это уже ближе к кальянной движухе, поэтому я это всё и снимаю. Давайте знакомиться. Дафт одноразки, дафт жишки для подов. Что, к чему и как, я сейчас всё это расскажу. Попробуем и, соответственно, оценим. Что же компания Дафт сделала такого суперинтересного? А может и не компания Дафт. Смотрите. Первое, что хочу сказать в том, что рынок этот развивается. И очень позитивная нота в этом то, что кальянные бренды туда тоже запрыгивают. Это уже не такая диковинка и не вызывает настолько уже негативных эмоций среди курильщиков кальяна. И не надо мне врать, что ты супер-супер приверженец только кальяна. Рано или поздно ты это покуришь, как когда-то я говорил года 4 назад, что все будут курить чай и говорить чай крутой. Собственно, то и вышло. Также и сейчас про одноразовые дуделочки и жижечки для подов. И вопрос далеко не в бабках, друг мой. Одноразочки это гораздо интереснее, это гораздо прикольнее и, соответственно, более удобнее. То есть, если ты берешь одноразку Дафтовскую, просто ее открываешь. Грубо говоря, давайте, знаете, что откроем? Берем мангалеси. Мы ее открываем. Нас ждет пакетик. Мы его тоже срываем. Вот такой вот красивый пот. Достаем. Кстати, они очень мягенькие, очень приятные. И на самом деле не такие маленькие и тоненькие. То есть, мне кажется, что слишком маленькие одноразки, их немного неудобно держать в руке. Но при этом они удобны тем, что их можно легко переносить. И как бы они ничем тебе не мешаются. У нас есть заглушечка. И все. Вот так вот выглядит пот. Что мне понравилось именно в потах Дафта, и во многих это есть, а в одноразках Дафта, это режимы переключения. То есть, большое количество воздуха, маленькое количество воздуха, и по настроению, в принципе, можно это гонять. И все. Ты как бы куришь. Соответственно, я не провожу какой-то альтернативы среди одноразок и кальянов. Нет, это абсолютно разное. Я провожу их более, наверное, с сигаретами. Потому что я давным-давно уже не курю сигареты в машине и давно перешел на одноразки. В этом есть куча удобств. Первое, самое важное, это нет пепла. Но есть таки минус. Это если ты просто куришь под кондером с закрытыми окнами, появляется маленький налет. Но нужно лишь немного приоткрыть окно, и вуаля, все шикарненько, все грамотненько. И не надо надраивать потом стекла. Они, сука, вкусные. То есть, именно Дафт сделали их не то, чтобы как-то заглушать потребление никотина. Он заглушается. А именно, просто кайфовать от сладости. Это очень сладенько. Более детальная и точная информация по данным штучечкам. А если говорить профессиональным языком... ESDN Дафт под 3000. Такое вот название. Но мы же люди простые, для нас, проще сказать, одноразочка. И маленькие ее характеристики. Характеристики. Количество затяжек 3000. Я на одной примерно проверял, она у меня до сих пор не закончилась. Емкость бака с жижкой 9 мг. Не знаю, насколько вам это интересно, но типа скажем. А солевой никотин 20 мг. Также есть порт зарядки USB-C. Потому что типа на 2000 примерно зарядка отваливается. Ее нужно немного подзарядить. И, соответственно, дальше допыхтеть остаточное количество. Но зарядки в комплекте нет. Регулятор интенсивности тяги, собственно, про которое я говорил. Ну и, конечно же, наверное, тоже очень такая профессиональная характеристика, как сопротивление испарителя H1,2 OM. Вот такие вот характеристики. У нас есть 10-10 вкусов. Это у нас черри джусь. Я его попробовал очень схож с ароматом Дафта. Это оранж-сода. Здесь я бы сказал, что вот прям супер на любителя. Персиковый чай. Это для любителей табака Танжерс. И кто любит этот вкус, прям вот попали хорошенечко. Грейпфиз. Виноград мне и в электронках не очень нравится. Поэтому я тоже как бы так попробовал. И на этом все. Ватермелон холл. Свежий, не химозный, сука, арбуз. В этом большой респект. Стравбери киви очень хорошенечко отдает такой травушкой. И поэтому любителям чего-то такого арбузненького, любителям чего-нибудь такого клубнично-травянистого зайдет. Саур Эйпл. Кисленький, яблочный. Вкус очень похожий на сок добрый. Энерджи дринк. В принципе, тоже хороший, прикольный вкус. Энергетика. Но мне показалось, что он не такой супер яркий, как вот другие вкусы. И, конечно же, пинаколад. Если ты хочешь просто чего-то сладкого, вот прям супер-супер сладкого, то это пинаколада. Это, наверное, самый сладкий вкус из всех, что здесь представлены. Я думаю, с электроночками мы, в принципе, закончили. А из негативных моментов, наверное... Да, в принципе, их да и, блядь, нет. Ты как бы куришь и куришь. И как бы и нормально закончилось. Пошел, выкинул куда нужно, в сортировочную фигнюшечку и все. Теперь идем к жижечкам. Вот с жижками мне конкретно понадобится телефон. Потому что сложновато. Если с электроночками я много чего уже понял, выучил, то с жижками все гораздо у меня хуже. У меня есть вот такой вот подик. Здесь у меня какой-то вкус. Я не помню, какой. Я заправлял из маленькой баночки. И на самом деле даже не обратил. Это Solo, Mix, либо Ice Line. Жидкости E-Liquid, их 15 вкусов в трех линейках. То есть, да, грубо говоря, у нас есть Solo Line, есть Mix Line и есть Acid Line. Я их до конца, собственно, не прокуривал, поэтому буду отталкиваться чисто от текста, который у меня есть по данному продукту. Но некоторые моменты я все же прокурил и могу чисто сказать по характеристикам и примерно что, к чему и как вообще относится. Первое. Давайте мы разберем Solo Line. Такие вкусы, как Raspberry, груша, черная смородина, дыня и виноград. Это очень яркие вкусы, но маленькая пометочка. Если вы хотите пробовать и одноразки, и жидкости, то проще начинать вначале с жидкости, потому что жидкости не такие ярко насыщенные, даже, сказал бы, перенасыщенные, как одноразки. Если начать вначале с одноразок, а потом уже добивать все это жидкостями, то получится, что жидкости не такие яркие и, возможно, вызовутся какие-то негативные моментики, которые, в принципе, не нужны. Поэтому хочешь начать именно прокуривать, пробовать, то начинай с жижек, а потом уже переходи к электроночкам. И, собственно, соло, как вы поняли, это единоличные вкусы, которые сделаны. И они очень яркие и очень хорошие. Микс лайн здесь уже все посерьезнее, посложнее. И самое главное, то, что здесь есть прикольные такие миксы. И, наверное, сейчас мы пройдемся, я скажу, какие из них прикольные, которые я прокуривал. А это сложные, многокомпонентные, идеально сбалансированные микс ароматы. Страубери, грейпфрут, личи, манго, пэшнфруид, гузбери, эйпл, фейхуа, личи, пайнэпл, лемонграсс, оранж, черри, базил, экстрагон, ватермелон, редкюрент и вэлдберрис. То есть это такие миксочки. И самый охуевший по вкусам, это, конечно же, яблоко, лемонграсс и апельсин. Вот сразу стоит взять на зацен. И, конечно же, это вишня, базилик и тархун. То есть любителям базилика покурить, то это идеально прям залетает. Ну и, конечно же, айс лайн. Это леденящие, холодненькие, что, в принципе, лично мне не очень сильно заходит. Потому что мне кажется, что... А я не говорю конкретно за дафт, я говорю за многие жижки, что там вот эта вот свежесть, она чересчур перенасыщена. И когда ты куришь, просто начинается вызывать какой-то дискомфорт, вот этот вот холод. Это Энерджи, это холодный лимонад, это Киви Смузи и Питч Айсти, про которые я здесь говорил. Но также обращу ваше внимание, что здесь есть вкусы из эйс линейки, и здесь они есть, соответственно, то они очень сильно разнятся по количеству свежести. То есть, если в электроночке ты куришь, и она сбалансированная, приятная, то в жижке она вот немного прям холоднящая такая. Ну и, соответственно, что у нас по характеристикам именно этих электроночек? Стандартная идет 20 миллиграмм, и есть нестандартная. Это 20Х. В принципе, в 20Х тоже используется 20 миллиграмм никотина, но там используется технология ультра-селд. То есть, какими-то манипуляциями этот никотинчик усваивается гораздо быстрее, и ты, наверное, чувствуешь больше именно этот эффект сытости на куренности. По ценам. По ценам здесь все довольно-таки демократично. Одноразки ESND DAF по 3000 стоят 1100 рублей без кабеля. И, соответственно, вот с жижечками есть разнение. То есть, они есть как в маленьких баночках, так и, соответственно, побольше. Это у нас 10 миллиграмм и 30 миллиграмм. Что касается цен, то 30-ти миллиграммовые стоят 420 рублей, а маленькие, соответственно, десяточки стоят 270 рублей, что я считаю очень-очень прям дешево по сравнению с многими другими похожими жижками. И иногда проскальзывает момент, что появляется какая-то гарь. И знаете, чего я не учел? Что в отличие от кальяна, здесь большую роль играет сам пот. То есть, как сказать, чашка. Назовем это чашкой, да? Куда ты заливаешь эту жишку. То есть, здесь есть ватка. Если у вас пот говно, а у меня, в принципе, не самый крутой, я бы его отнес, наверное, бы чуть-чуть не говно, то, соответственно, она полноценно не раскрывается. Я думаю, что когда-нибудь из производителей кто-то мне загреет ультра охуевший супер профессиональный пот, на котором, соответственно, я буду все эти жижки тестировать, то будет очень здорово. Поэтому, кто смотрел до конца, я вам говорю, ребятки, заходите в мой телеграм-канал, и там мы разыграем и электроночки, и жижечки. Ссылочка для участия, соответственно, под видео. И это у нас Daft Vape. Так что всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok